Всего полтора километра, но зато какие. Пересеченная местность с элементами ориентирования и спортивного туризма, параллельная и навесная переправы, спуски и подъемы, болото, бабочка и паутина. 15 этапов, на протяжении которых приходится преодолевать не только физическую нагрузку, но еще и свои страхи. В команде шесть человек. Каждый участник оснащен всем необходимым снаряжением. Сопровождают их опытные судьи Александр Михайлов и Михаил Семкин. Главное, проходит стабильно, безопасно, все объединены одной целью, чтобы пройти все до конца, слаженно, набрать наименьшее количество баллов и друг другу помогать. Общий командный дух помогает преодолеть все трудности. Казалось бы, силы на исходе, но надо идти дальше. Нельзя подвести товарищей. Участники подбадривают друг друга и помогают тем, кто послабее. Пройти в одиночку такой маршрут просто невозможно. Этапы мультигонки рассчитаны на людей абсолютно разной спортивной подготовки. Быть спортсменом, чтобы пройти их, совершенно не обязательно. Но ловкость и сноровка все-таки необходимы. На таких соревнованиях безопасность превыше всего. Страховка и карабин – первые друзья спортсмена. Время поджимает. От скорости прохождения этапов зависит конечный результат команды. Однако за нарушение правил назначаются штрафные баллы, поэтому надо быть предельно внимательными. Для тех, кто уже не первый год принимает участие в мультигонке, это не новость. Тем не менее, трасса далась нелегко всем. Очень интересно. Мы второй раз. Сейчас намного сложнее, чем в тот раз. И хочется очень пить, потому что жарко на улице. Не, очень интересно, спасибо. Тяжело? Да, тяжело. В середине нашего увлекательного путешествия. Самый трудный, на мой взгляд, участок. Победа нам и всем остальным участникам успеха. Мне очень нравится. Погода отличная, ребята отличные, этапы тоже. Так что всем спорт. Да сложно, но с командой хорошо. С командой не сложно. Отличные ощущения, но я так чувствую, еще все впереди. Ощущения фантастические, учитывая, что у нас проектная работа предполагает больше сидеть. То есть такие вот дни выезда, они еще и для здоровья очень полезны. То есть в целом оцениваю как на отлично. В мультигонке сошлись девять сборных команд молодежных организаций предприятий атомной отрасли. Инициатором еще в 2015 году выступил Совет молодежи «Атомэнергопроект» Московского проектного института. Смоленские атомщики сразу заинтересовались и занялись организацией этих соревнований при поддержке руководства и профсоюза. С каждым годом география слета становится все обширнее. В этом году на смоленскую землю приехали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Очень приятно видеть, что ребята в неформальной обстановке общаются, в том числе обсуждают проблемы производства, проблемы чертежей, их стыковок. И здорово, что как раз такое неформальное общение помогает им найти какие-то точки соприкосновения. Помимо соревновательных этапов не забыли организаторы и о чисто бытовых условиях. На слете работала полевая кухня. Общие впечатления у всех участников соревнований остались незабываемые. С каждым разом организация проходит все лучше и лучше. Уровень остается неизменным на высшем уровне. Встречают всегда с улыбкой, хлеб, соль, все как положено для дорогих гостей. За год, честно скажу, половину трассы уже забыл, но ощущения, впечатления от прохождения трассы нет. Этапы непростые. Конечно, не такие, как на гонке героев в больших городах, но для нашего городка это вполне такое интересное массовое событие. Столько людей приехало, прям впечатляет. Главный приз за победу в мультигонке с результатом чуть больше часа получила дружная шестерка Евгения Колесникова в сопровождении Александра Михайлова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова